Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сегодня мы продолжим разговор о мошенниках и кражах. К сожалению, так случилось, что лето – это пора разгола преступных страстей. И мошенники всех мастей активизируются. Вот чего бояться? Как не попасться на удочку, вообще что делать? Мой собеседник – заместитель начальника управления уголовного розыска Вячеслав Васильевич Тишин. Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Про телефонных мошенников мы говорили. Такие виртуальные преступники. А сегодня хотелось бы поговорить о тех, кто не боится идти на контакт с предполагаемой жертвой. То есть те, кто может и в дверь позвонить и сказать «Здравствуйте» ласковым голосом. А таких, к сожалению, тоже немало. Немало. Ну, я хотел бы сказать несколько привести цифры. Страшных? Достаточно. Так. По итогам семи месяцев общий вал зарегистрированных краж всех форм собственности порядка 10 тысяч. Из них процентов 10, чуть немного меньше – это квартирные кражи. Остальное – это кражи транспортных средств, это кражи из гаражей, складов, помещений. Ну, и, соответственно, мошенничество, которое совершается в основном в отношении пожилых граждан. Вот, обращая внимание все особенно, что жертвами, к сожалению, становятся пожилые. И здесь, несмотря на то, что и мы, и вы очень часто предупреждаем людей, все равно процент не всегда уменьшает. Единственное только, о чем хочется надеяться, что многие нас все-таки слышат, принимают к сведению. И до тех пор, если мы будем знать, хотя бы 5-6-10 человек нас услышали и притворили в жизнь, да, не открыли дверь мошеннику или там тут же стали набирать 0,2, уже дорогого стоит тогда наша с вами беседа. Что делать? Вот какие самые распространенные виды? Наиболее распространенные виды мошенничества, так называемых, квартирных, опять же, подчеркнует в отношении пожилых граждан – это установка газового оборудования, замена счетчиков. Значит, вам полагаются социальные выплаты. Ага. Значит, когда проводятся какие-то общественно-политические мероприятия, то несут подарки и от губернатора, и от президента, и от председателя правительства. И, соответственно… А за какую партию вы хотите голосовать, приходят, звонят, спрашивают. И это тоже. Но при этом потерпевший надеется получить денежные премии какие-либо или тот товар, который… Ему предлагают. Да, ему предлагают, который, естественно, стоит не тех денег, которые указаны на наших интернет-площадках и в магазинах. Соответственно, пускают в дом, и здесь уже начинается психологическая атака. Вот в вал звонков, я вас перебью, звонят и говорят, вот мы вам утюг предлагаем дешевле, там, я не знаю, мясорубку или еще что-то. Человеку не надо. И он все равно пускает, начинает разговаривать. Я сам сталкивался с пожилыми людьми, которые плакали, говорили, ну, может быть, меня загипнотизировали. Я сомневаюсь, конечно, что у вас такое количество профессиональных гипнотизеров в квартирах. Но убеждать умеют. Отменные психологи. Отменные психологи. Конечно. Ну, и еще одна легенда преступников, соответственно, это когда на вас порча. То есть, ищут бабушку, грубо говоря, преклонного возраста, возвращаются по улице, говорят, ой, на вас порча, надо вот тут вот жизнь. С глаз удалить. Так точно. Соответственно, вы давайте покажите все, какие есть деньги. Это вот гадость. Они должны у вас там полежать три дня. Знаете, что удивительно-то, вот, Вячеслав Васильевич, ведь ведутся люди на это. Вот как так? Вот вроде бы умные, разумные, все все понимают. И в разговоре вот так вот, как мы с вами, каждый скажет, да ни за что. Один раз я присутствовал на осмотре мест происшествия, где потерпевшая, сотрудник милиции с 40-летним стажем, бабушке 73 года, однако, стала... Повелась. Отошла в разряд потерпевших. Вот так вот, и на старуху бывает плохо. И что, что ей? Ну, что ей? Писать заявление будет. Нет, я не про это. Как ее? На чем она? Порча. Порча? Порча, да. Так вот. 300 тысяч рублей отдала, развернула на следующий день, то, те деньги, как будто бы, которые должны были полежать сутки. Ужасно. Подушка, а там, конечно, фантики. Вот хочется еще раз, вот я надеюсь, нас слышат, дорогие мои пожилые люди, не ведитесь на мошенников. Ну, в конце концов, даже когда ходят по квартирам, да, ну, с порчей понятно, да, хочется надеяться на здравомыслие. А вот газовые компании, как мы сказали, работники социальной службы, ну, проверьте у них документы, а лучше всего вообще, мне кажется, надо перезвонить, переспросить. Да, конечно. Есть управляющие компании, ТСЖ и так далее, и тому подобное. Лишний раз попросить документ удостоверяющей личности, сделать звонок, я думаю, что сейчас каждый житель нашей области оснащен средствами сотовой связи. Да, и всегда можно позвонить, если в случае не надо бояться быть занудой, как говорится, в данном случае, да, зато... Даже крайний момент, набрать телефон дежурной части и сказать, что вот у меня представитель якобы газовой службы, вот мне какие действия, и любой оперативный дежурный или на том конце провода сотрудник объяснит, что делать. Что делать? Конечно. Вот золотые слова, потому что хочется еще раз сказать, в 4-5 раз в летний период увеличивается количество и квартирных краш, и вот этих вот путешественников, мошенников, вот, поэтому нужно быть осторожным. Вы знаете, вот, о чем нужно помнить? Я бы хотел, вот, чтобы такие вот сейчас, как бы, такие правила, правила, наверное, и заметки поговорить. Вот, никогда не открывать двери незнакомым людям, да? Вот, давайте прямо перечислим вот такой вот. Ну, нового я ничего, к сожалению, не скажу. На самом деле все так и есть. Никогда не открывать незнакомым. Посторонним. Посторонним, да. Лишний раз спросить, вот, я не знаю, я так делаю, заходит со мной человек в подъезд, вы к кому? На всякий случай. Правильно. Поэтому, ну, наши бабушки, дедушки, они сидят у подъезда, они... Они сами как, да, 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 стража такая, да, как надо... Та же охранная сигнализация. Вот, поэтому, ну, те же мошенничества, связанные с установкой всякого разного оборудования, но есть у нас старший по дому, в каждом доме. Нету... И всегда нужно сказать, а почему я объявления не видел на подъезде? А где у вас номера телефонов, куда можно позвонить и свериться? Все верно. Потом, мне кажется, всегда хорошо бы, чтобы были телефоны участкового под рукой на всякий случай, чтобы можно было позвонить. Вообще люди должны знать своих участковых. В обязательном порядке. И здесь, конечно, проводится максимально большая работа с учетом всех особенностей территориальных органов. Поэтому, я думаю, что это основная работа участковых и полномоченных. Вот есть еще один такой момент. Мы вот сказали, что всегда можно позвонить. Мошенник же может и предложить телефон, по которому можно позвонить. Но вы тогда не дозвонитесь. Вот если вы не дозвонились, да? Или дозвонитесь до его подельника. Да. Который скажет, да, эта компания проводит, установит. Все практически будет бесплатно. А что тогда делать? Я хотел сказать, что если вы не дозвонились, то скажите ему, извини, дорогой товарищ, вот я не дозвонилась, когда дозвонюсь, тогда и в квартиру пустя. А тут, оказывается, еще и подельник может быть. Может, запросто. Я еще раз говорю. Как тогда правду-то нам найти? Есть у нас телефоны горячей линии, телефон доверия. Это что касается органов внутренних дел. Есть телефоны старших по дому. Есть телефоны управляющих компаний, которые дадут всевозможную информацию по поводу сторонних организаций, которые будут проводить какие-то работы именно в данном доме. Поэтому здесь, в конце концов, позвонить родственникам. Да, и сказать, что ко мне пришли какие-то лучшие в дом вообще. Пригласить соседей. Я не знаю, у меня есть человек, который хочет мне... Вот давайте подсказывать мало времени. Вас, допустим, последняя какая-нибудь ситуация удивила, запомнилась? На самом деле, вы знаете, я хотел бы сказать о том, что нового, к сожалению, ничего не происходит. То есть те преступники... Насколько обманывали, да, так? Те преступники, которые занимались свое... Изначально они начали свой такой, скажем так, творческий преступный путь. Они рано или поздно отправляются в места лишения свободы и после отбытия наказания, к сожалению... Занимаются тем же самым? Тем же самым, абсолютно. Поэтому я единственное могу сказать, что после каждой квартирной кражи нам участковый, наш участковый, проходит по всем потерпевшим и предлагает услуги установления, установки охранной сигнализации. Да, это и войска национальной гвардии, ОВО, это и частные какие-то охранные организации. Понимаете, охранная сигнализация, соглашусь, она от квартирной кражи спасет. Да, если нет у нас дома, да, и преступник решил забраться в квартиру, пока мы где-нибудь, я не знаю, там, на даче или еще куда-нибудь поехали. Но если ты сидишь дома, да, и у тебя уже установлена эта охранная сигнализация, ты сам преступнику открываешь дверь, она, к сожалению, не поможет. Здесь я согласен, я согласен. Понимаете, здесь вся надежда на здравомыслие самого пенсионера, да и не только пенсионера, и молодые ведь оказываются жертвами всех этих преступников. Поэтому здесь только бдительность личная, собственная, и как-то, наверное, надо думать немного о своем имуществе, которое мы оставляем без присмотра в той или иной степени. И самое главное, чтобы вот если уж попал преступник в квартиру, зачастую и жертвы могут быть. Бывает. Что самое страшное. Конечно, идет на кражу, а в итоге получается и тяжкий вред здоровью, и летальный исход потерпевшего. Такие факты, к сожалению, тоже регистрируются. Но, слава богу, их не так много. Здесь хочется обратить внимание, что, смотрите, если преступник идет к вам в квартиру и говорит, что он представляет какую-то компанию, или газовую службу, или социальные какие-то службы, значит, он должен позвонить в несколько квартир. И вот обратите внимание, если он вдруг только к вам, а к соседям, к вашим не ходил, значит, уже есть повод задуматься. А почему это происходит? Ну, легенд на самом деле очень много, и все их не перечислишь, потому что придумывают разные предлоги войти в квартиры. Это и проверка, и установка пластиковых окон. Это и еще раз пресловутые датчики, значит, и воды, и тепла, и всего, и радиаторы. То есть все, что угодно, лишь бы зайти в квартиру. Лишь бы зайти. Вот не пускайте в квартиру посторонних людей. Вот это вам совет, и от Вячеслава Васильевича, я так правильно понял? Абсолютно верно. Да. Поэтому берегите себя, свое здоровье. А самое главное, я бы хотел еще сказать. Мы живем в многоквартирных домах. И всегда видим, кто заходит, зачастую и к кому заходит. Поэтому нужно быть просто предельно внимательными всем. Особенно, если мы видим, что в квартиру пенсионера, который живет с вами на одной площадке, зашли какие-то незнакомые люди. Давайте все-таки тогда проявим бдительность. И не надо бояться, что нас кто-то будет высмеивать за это. Лучше пусть над нами посмеются, улыбнутся, да, вместе улыбнемся. Но зато, может быть, предотвратим какой-то несчастный случай. Все верно. Спасибо вам большое. И давайте действительно быть бдительными. Спасибо. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова